Жанузен, Тонио. В Жанузене что снег, что дождь, людям в радость. Зимой снега мало, пронзительные и холодные ветры. Летом жара и редкие дожди, растительности мало. Вокруг полупустыня. И вот на самом деле в реальной пустыне, а не в полупустыне, в Эмирате Дубая построен фантастический город с полнейшим озеленением, с отсутствием проблем воды. Причем климатические условия во много раз тяжелее, чем в Мангистау. Мангистауский регион это рай по сравнению с Эмиратом Дубаи. Помимо прочего, в Мангистау добывают нефти более чем в два раза больше Эмирата Дубаи. Живет в Мангистау около 700 тысяч человек, а в Эмирате Дубаи более 3 миллионов человек. Надо снова и снова задавать себе вопрос, как они смогли построить крутую жизнь для 3 миллионов человек Эмирата Дубаи. А мы, добывая нефти в несколько раз больше, чем Дубаи, не можем обеспечить высокий уровень жизни для 700 тысяч человек. Причем в регионе дефицит воды жизненный уровень очень низкий. И еще наводнение. Для незнающих, которые транслируют ложь, якобы специалистов, что якобы наша нефть плохая, себестоимость высокая и так далее, все это вранило. Наша нефть продается по мировым ценам. Себестоимость добычи низкая относительно других поставщиков нефти. Тем более сейчас цена на нефть свыше 100 долларов за баррель. Это в несколько раз превышает себестоимость добычи нефти. Доходы у нефтяных компаний супервысокие. Средняя зарплата в мире в нефтедобывающих компаниях свыше 10 тысяч долларов. 5 миллионов тенге в месяц. Очевидно, что Мангистал должен стать круче Дубаи. И это касается всей страны на самом деле. Пяти регионов страны, где добывается нефть, объемы добычи нефти во много раз больше, чем в Эмирате Дубаи. Атаруская область вообще в 10 раз больше добывает Эмирата Дубаи. Пора нам задуматься. Выходите на связь со штабом ДВК. Создавайте ячейки, друзья. Нам надо объединиться по всей стране и снести этот воровской режим. Смогли же в январе жители Ахтал вывезти более 30 тысяч человек. Теперь такого же успеха надо добиться в Астане и в других городах. Тогда Казахстан весь станет круче Дубаи. И страна не будет тонуть во лжи, нищете и бесправии. Не будет тонуть и после дождя. Алга, Казахстан!